Здравствуйте, товарищи инженеры! Меня зовут Фёдор, вы на канале FIDISPLAY, это игра FACTORIO. И это видео будет первым стартовым в цикле видеогайдов, в цикле руководств для самых маленьких. Под названием, под общим, школа FACTORIO. Видосы я эти планирую сделать примерно на 10-15 минут каждый и раскрыть вообще все основные темы. Может быть некоторые будут покороче, но не суть. И начать я планирую с видоса под номером 0. Потому что я считаю, что это очень такой важный момент и почему-то часто многие игроки эти вещи упускают. И начнем с первого момента. Первый момент, возможно кто-то в обучении даже поиграет, некоторые этого не делают. Но я должен об этом сказать, кнопка Q, английская. Или пипетка, наводите на объект, нажимаете кнопку Q, у вас появляется копия этого объекта. Теперь вы с этой копией можете работать. Очень важная вещь, при этом если у вас этой копии в инвентаре нету, Вот, например, на желтый конвейер я навожу, то у вас появляется некий призрак, проект, и теперь вы уже расставляете этот самый призрак. То есть очень полезная и нужная вещь. Дрончики меня сразу сами расставляют. Также инструмент пипетки, который берет на скопию, позволяет быстро взять бур. Например, переходим в режим карты, заходим, смотрим на наше месторождение. Если теперь поверх него нажать кнопку Q, то у нас возьмется бур максимально доступного тира. То есть сейчас у меня взялся электрический бур, если бы у меня был твердотопливный, и технологии были бы не исследованы, взялся бы твердотопливный. Ну и переходим ко второму моменту. Каким образом расставлять объекты? Когда вы находитесь в режиме карты, у вас просто так поставить нельзя, потому что вы как бы слишком далеко. Поэтому зажимаете кнопку Shift, и вы таким образом через Shift сможете ставить призраки этих самых объектов. Shift-R разворачивать против часовой стрелки, R по часовой. И просто держа Shift расставляем эти самые буры. Убирать проекты легко на правую кнопку мыши. Собственно, вот так вот это делается. Если это происходит не в режиме карты, то точно так же через Shift можно все вот это вот дело расставлять. Очень удобная вещь. И пользоваться Shift нужно постоянно и вот насколько удобно. Ну и основной плюс вот этого всего дела, если допустим вы хотите расставить... Ну давайте вот здесь вот на этих деревьях покажу. Если вы хотите расставить что-то здесь, например, какой-то конвейер, то так просто вы не поставите, если вам что-то мешает. Например, дерево или камень. Но если зажать Shift, вы без проблем вот так вот протащите объекты, которые мешают. Они у вас выделятся крестом. И если у вас уже есть дроны строительные, то они соответственно от этого все выпилят. Ну и расставят вот эту ленту. Так что этим обязательно нужно пользоваться. Это очень сильно ускоряет, упрощает геймплей. Третий момент, о котором постоянно задают вопросы на стримах, на трансляциях, везде, где только можно, эти вопросы задают. Откуда у меня вот эта панель? Поясняю. Эта панель появляется, когда вы исследуете определенные технологии. Скорее всего, связанные с дронами. Я сейчас точно уже не вспомню, потому что у меня вот момента, когда этой панели не было. Его практически не было в игре. Но эту панель можно сразу же поставить, если она вам нужна. Она вам пригодится для того, чтобы делать копии и чертежи и всякое разное. Вот в этом плане. Поэтому заходите в консоль, это буква Y или тильда. Нажимаете слэш. Вводите вот такую команду UnlockShortCatBar. Все, нажимаете Enter. Она у вас разблокируется. Вот эта панелька. При этом команда это достижение не сбрасывает, как остальные консольные команды. И теперь можно будет пользоваться всеми прелестями, которые здесь есть на панельке. Например, Ctrl-C позволяет у вас копировать объект. И точно так же устанавливать копию. Там Ctrl-V берет этот объект, когда-то скопированный. Ctrl... Так, расставьте. Ctrl-X позволяет объект этот вырезать. Вот таким образом. Далее. Ctrl-Z, соответственно, вернуть отмену постройки. Все то же самое, что в Word происходит. То есть все вот эти команды, акселераторов, ускорителей, быстроклавиши, они работают. При этом, если вы нажмете Ctrl-V вставить, у вас появляется просто как бы чертеж. И зажав Shift колесиком, можно вверх-вниз эти чертежи вот так проматывать. И все чертежи, которые когда-то у вас были в пределах текущей игровой сессии, сохранены в буфер обмена, они у вас, собственно, будут пролистываться. Очень удобная вещь. Крайне рекомендую вот этим всем постоянно пользоваться. Четвертый момент. Как создаются и удаляются чертежи? Тоже постоянно вопросы возникают. Блюпринт, вот, Alt-B, пальцем показываю, просто берете вот эту синюю иконку, можете ее просто положить вот сюда сразу, зайдя в инвентарь на кнопку E, английскую. У вас будет блюпринт. Этим блюпринтом можно просто провести. У вас создается чертеж. Нажимаете создать чертеж и кладете его сюда. Все, у вас появляется чертеж. Shift-правая кнопка мыши может его очистить. Но, как его удалить? Постоянно многие спрашивают, вот, у меня чертеж не удаляется. Что мне с ним делать? Выкинуть? Не выкидывается? Берете, создаете просто пустой чертеж, ненужный вам. Скидываете его в инвентарь. Дальше правая кнопка мыши по нему и удаляете через вот это ведро. Второй момент, как можно это сделать. Вот есть у вас некий условный блюпринт. Берете книжку отсюда, книга чертежей. Открываете правая кнопка мыши, переносите туда пустой чертеж и удаляете книгу чертежей. Оба два способа прекрасно работают. Я не знаю, почему разработчики так сделают. Это вопрос не ко мне. Следующий момент. Номер пять. Касается проводов, столбов. Не столбы, а опоры. Столбы. Они же опоры электрические. На один столб, он же опора, можно максимум пять коннектов сделать. Показываю, как это выглядит на деле. Сейв. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой столб уже как-то не делай, не ставь, он к нему не подключится. Теперь, каким образом можно переподключить провода? Зажимаете shift и нажимаете на столб, с которого вы хотите снять все связи. Shift, левая кнопка мыши. Или сюда. Shift, левая кнопка мыши. У вас все провода отключаются. Далее, чтобы соединить проводами так, как вам нужно, вы берете просто обычную проволоку, самую обыкновенную, и тыкаете с одного столба на другой. Таким образом, вы можете просто протянуть электросеть так, как вам удобно, чтобы не делать какую-то путаницу. В некоторых схемах это бывает полезно, поэтому я думаю, что об этом имеет смысл рассказать. Не все это знают, и этот момент тоже не очевиден. Следующий момент под пунктом номер 6. Он касается покрытия. Когда вы хотите установить какое-то покрытие, вы, естественно, берете некий кирпич, который у вас сделан, нажимаете левую кнопку мыши и потянули. Покрытие у вас делается. Но многие почему-то не знают, каким образом можно поменять вот этот размер вот этого полотна. Все делается очень просто. Справа на клавиатуре, по крайней мере на стационарных компьютерах, есть доп-клава с циферками. Там есть плюс и минус. Минусом, соответственно, уменьшаем, плюсом увеличиваем. Это же правило работает к отсыпке, которая засыпает воду. На ноутбуках там где-то примерно в той же стороне должны быть эти кнопки. В любом случае вы всегда можете зайти в настройки управления клавиш и найти эти кнопки. Хотя поначалу может быть будет какая-то путаница. Теперь, каким образом это можно убрать? Естественно, когда у вас есть дроны и ничего не установлено на них, вы можете просто взять план сноса, вот этот красный провести и ваши дроны это все соберут. Но если дронов у вас нет, это нужно снести. Выбираете заново кирпич и просто правая кнопка мыши проводите поверх. Покрытие у вас снимается. Это тоже вещь такая. Почему-то у меня просто постоянно вопросы на этот счет возникают. Поэтому я решил это все внести в нулевой гайд. Вот. Следующий момент под пунктом номер 7. Каким образом можно выкидывать предметы на землю или на ленту или куда-то еще? Берите некий предмет, вам нужно его скинуть. Нажимаете просто кнопку Z. Объект скидывается под курсор. Если вам нужно скинуть его на ленту, вы наводите на какую сторону ленту скинуть и опять же нажимаете Z. Как мы видим, конвейеры благополучно скинулись на эту самую ленту. Теперь подобрать. Чтобы подобрать, нажимайте кнопку F английскую. Встали и подбирайте на кнопку F. Просто сжимаете кнопку F, держите ее и объект у вас подбирается. Точно так же подобрать можно дронами. Если вы проведете планом сноса, дроны у вас возьмут, это соберут. Следующий момент. Пункт номер 8. Иногда возникает необходимость уничтожить, например, столб. Он вам надоел, он не нравится. Нагрубил он вам, не знаю. Не нравится вам определенно ваш столб. Вы нажимаете пробел, у вас никого выстрела не происходит. Хотя автомат выбран. Чтобы убивать, стрелять точечно в какие-то постройки объекта, нужно нажать кнопку C. Она же кнопка C, она же кнопка S русская, которая между X и V английскими находится. Кнопка C. Нажали, расстреляли, уничтожили. Ну, дроны, естественно, сразу это починили. Дроны можно отключить. Постреляли, уничтожили. Все, что надо. Все, теперь столб вам никогда мешать не будет. Таким образом можно уничтожать, например, ящики с ресурсом, который... Ящики с ресурсом, который вам не нужен. Ну, например, вот не нравится вам 50 рельс. Навели кнопку C, нажали, расстреляли ящик, уничтожился весь ресурс. Люди, которые не могут понять, каким образом удалить чертежи, вот так через ящики уничтожают эти самые блюпринт. Но, не знаю, способы разные есть. Так что имейте в виду, что так можно делать. Следующий пункт. Пункт номер 9. Каким образом можно легко класть предметы в объекты? Например, в печке. Вот у вас есть печка, да? Что делают новички? Заходят, выбирают уголь, топливо, закидывают сюда, достают там руду, закидывают сюда. Это неудобно, это долго. Опять же, заходят в печку, забирают отсюда, так перетаскивают. Есть клавиши быстрого DOST. Берете уголь. Теперь Ctrl левая кнопка мыши туда накинет стак. Ctrl правая кнопка мыши накинет пол стака, который у вас в данный момент под курсором. То есть, вот таким образом можно пройтись и пораскидывать определенное количество угля. С рудой делается то же самое. Ctrl левая кнопка мыши закидывает полный стак. Ctrl правая кнопка мыши пол стака из оставшихся. Ну и, соответственно, забрать готовые объекты из любой постройки можно точно так же. Ctrl левая кнопка мыши заберет все объекты, которые там изготовились. В данном случае железная пластина, которая тут поджарилась. Ctrl правая кнопка мыши без всего. Без топлива, без всего. Она заберет половину стака. Вот сейчас будет 6, я заберу 3 штуки. Ctrl правая кнопка мыши. Плюсик вылетел, забрал 3 штуки. Очень удобная вещь. На ранних этапах рекомендую крайне этим пользоваться. Причем загружать можно в любые объекты. В производственные какие-то здания. В печки, в манипуляторы, в твердотопливные. Следующий пункт. Многие почему-то спрашивают, каким образом можно вот этот вот размер вот этого хот-бара поменять. Показываю один раз. Заходите в настройки, интерфейс, вот строчка. Активные панели быстрого доступа. 1, 1 панель. Настройки, интерфейс. 4, 4 панели. Примерно так это меняется. Аналогично можно поменять вот эту панельку быстрого доступа. Настройки, интерфейс. Она меняется. Ряды панелей ярлыков. Ставить 4, она станет соответственно 4 ряда. Подтвердить. 4 даст его. Кому как удобно. Я собственно делаю, точнее вот так пользуюсь. Мне так удобнее. Следующая вещь. Пункт под номером 11. Статистика производства. Ее можно посмотреть вот здесь справа вверху или нажать кнопку P английская. Нажимаете. Здесь есть очень достаточно такая богатая статистика по разным интервалам по времени, которые можно посмотреть, что у вас происходит. По предметам, по жидкостям. Ну соответственно производство и потребление. По постройкам. Сколько вы построили по загрязнению. Загрязнение, кстати, довольно неплохая такая вещь. Ее добавили относительно недавно. Здесь можно видеть, насколько сильно у вас коптит то или иное здание. И своевременно принимать определенные меры, чтобы у вас просто не поели кусаки. Ну и убийство. Это кому уж любопытно там. Тут почему-то у меня не отображается убийство деревьев. На самом деле, если поставить статистику всего, как правило, деревья будут самые главные враги. И их будет убито больше, чем всего остального. Ну тут пока что кусак почему-то больше убито. Ну как правило, деревья – самые главные враги в этой игре. Ну и еще одна статистика, которая тут есть, и которую тоже имеет смысл смотреть. Наводите на любой столб, который не столб, а опоры. Нажимаете. У вас здесь будет статистика по электричеству. За 5 секунд, за 1 минуту. Часовая, например. И здесь можно очень хорошо посмотреть, какие постройки у вас потребляют основную массу электроэнергии. То есть у меня вот маяки, например, потребляют больше всего. Далее идут сборочные автоматы. Ну а производится у меня атомные станции мои. Тут, соответственно, сверху показано, сколько максимум у меня может производиться 10,6 гигаватт. И сколько в данный момент производится из этого максимума. Паровых турбин у меня 1600. Каждая по 5,82 мегаватта производит. Там примерно около 10 гигаватт вот эти все турбины на атомной станции будут у меня производить. Тоже вещь полезная. Особенно, когда у вас случаются всякие блэкауты. Этим можно пользоваться, чтобы посмотреть, что, где, как, почему. Ну и последняя вещь под номером 12, которую я бы хотел обратить внимание. Если вы вдруг забыли поставить очередь исследований, а она делается, когда вы создаете новую игру, одиночная, новая игра, свободная игра, продолжить. Вот здесь есть продвинутые. И тут есть вкладка всегда. Не после победы, а всегда. Чтобы можно было доступность очереди исследований делать. Вот если вы вдруг это забыли сделать, и у вас поставлена вот так вот, после победы. Сейчас создаться карта, чтобы показать. То теперь вы вот эту очередь накидать не сможете. До тех пор, пока вы ракету не запустите. Чтобы это разблокировать, есть определенная консольная команда. Но с ней, к сожалению, скидываются ачивки в стиме. То есть вы можете нажать слэш и вбить команду гейм. Да, все любые консольные команды вбиваются слэш буква си. И дальше идет команда. Слэш си гейм.плеер.форс.ресерч.куеуе. Енаблет через нижнее подчеркивание равно true. Теперь, если вы введете эту команду, игра вас предупредит, что данная команда отключит достижения. Еще раз сводите консоль, нажимаете вверх стрелочку. Все, у вас активируется эта команда, и теперь вы сможете в очередь ставить ваши исследования. Если кому достижения важны, то старайтесь этого избегать и создавать мир с возможностью уже разблокированной технологии. Что ж, на этом буду заканчивать. Вот эти мелкие 12 фишечек, я надеюсь, что многие их знали, но все-таки для новичков, я думаю, это будет крайне полезно. И теперь я всегда сам смогу отправлять всех вот с этими банальными вопросами на это видео. Собственно, для того оно и было снято, видео под номером 0 из цикла Школа Факторио. Остальные видосы будут выходить по мере готовности. Я надеюсь, в течение месяца-полутора я успею выпустить целую пачку этих видосов. И, собственно, те, кому интересна эта игра, и кто только начинает с нее играть, смогут быстро и непринужденно разобраться. При этом я постараюсь все это сделать без каких-либо спойлеров, чтобы экспириенс игровой был в полной мере через каждого из вас, кто начинает в эту игру играть, пропущен. На этом все. Всем большое спасибо за просмотр. И до скорых встреч. Всем пока.